Всем привет! Меня зовут Корсонов Олег. Я являюсь специалистом по сейлкам компании ЛБР. Сегодня у нас на обзоре будет сейлка Баскурт 6 метров в захват турецкого производства. Сегодня мы обсудим моменты, нюансы и каждую деталь отдельно про нее проговорим. Чем она отличается от конкурентов. Шестиметровая сейлка Баскурт имеет бункер 1,6 куба. 0,65 куба для удобрений и 95 куба для семян. Эти два бункера, они отдельные. То есть их объединить нельзя. Но если вам нужно будет высевать только зерновые, то вы можете поделить каждый высевающий аппарат на определенную норму. То есть сеять семена из одного и второго бункера. Но при этом сложить две нормы так, чтобы получилась та норма, которая вам нужна. Здесь у нас очень простая регулировка высева удобрений и семян. То есть здесь вот есть рычаги, которые закрывают заслонка. То есть необходимый параметр прописан в инструкции. То есть необходимый зазор расписан для пшеницы, для гороха и для других культур. Поэтому по таблице выставили нужное положение, добились нужного результата. Итак, вот этот рычаг нужен для того, чтобы менять дозу внесения удобрений. Здесь есть, ну, когда мы переводим его, мы меняем ширину захвата катушки. То есть, ну, соответственно, по таблице, вот здесь есть табличка, необходимое значение выставляем, которое нам нужно, и тем самым добиваемся необходимую норму высева. Все очень просто делается. Один рычаг на этой половине сеялки и на той половине такой же рычаг, для того, чтобы менять норму внесения удобрений. Таким же образом мы меняем норму высева и на семенах, на бункере под семена. То же самое у нас заслонка. И также здесь рычаг, который меняет рабочую ширину катушки для того, чтобы менять норму высева. Также выставляем необходимое значение и тем самым добиваемся необходимую норму высева семян. Необходимую норму высева, вот какие значения выставлять, вы можете узнать на табличке. Здесь есть значения для таких культур, как пшеница, ячмень, овес, чечевица, нут, клевер, винт и так далее. Все остальное можно посмотреть в инструкции по эксплуатации. Под этим кожухом у нас установлен редуктор, но он никак не регулируется, шестерни там не меняются. Все регулировки у нас на рычагах. Это очень удобно, в отличие от СЗшки старой, там где на редукторе постоянно надо менять шестерни, чтобы добиться необходимую норму высева. Чтобы выставить необходимую глубину посева на этой селке, нам необходимо поставить шплинг, вот этот шплинг, и поставить ее, допустим, на значение 4, чтобы добиться 4 сантиметра глубины. Вытащили шплинг, поставили и все на этом. У вас уже глубина посева настроилась. На этом цилиндре, на этом цилиндре, на этом и на этом цилиндре. То есть 4 цилиндра у вас отвечают за то, чтобы по всей ширине было идеальное заглубление семян на необходимую глубину. На селке у нас установлена усиленная пружина, в отличие от конкурентов этого сегмента, это все-таки бюджетный сегмент. Здесь 45 килограмм давит пружина на СЗшник. В отличие от конкурентов в этом ценовом сегменте у вас давление будет 30 килограмм или меньше. Также здесь довольно мощные поводки, очень толстые, массивные. Это позволяет очень долго вообще забыть, что такое обслуживание, ремонт вот этих сошников, поводков, креплений. Здесь все максимально мощно сделано, чтобы вы не переживали во время сева, что у вас что-то пойдет не так. Ну и вся эта конструкция 6-метровая, она должна иметь мощное основание. В данном случае это основание, это рама. И такой раме завидуют все конкуренты наши. Такой рамы ни у кого нет в этом ценовом сегменте, потому что она просто гигантская. Она массивная, огромная. И она выдерживает и не прогинается вот так, как у конкурентов. Здесь у нас 12 сантиметров. Здесь 16 сантиметров. И толщина металла 1,2 сантиметра. Здесь можно еще одну севку повесить и этой раме ничего не будет. А сюда можно еще повесить прикатку. Сюда еще можно дополнительные травяные бункеры повесить. Поэтому для перевозки, особенно паукабов, этой раме конкурентов нет. Катушки здесь у нас алюминиевые. И они с переменным шагом. Это очень надежная конструкция, которой на долго-долго лет хватит. В стандартной комплектации на сейлке установлены маркеры. Работают они от одного гидроцилиндра. Здесь у нас также установлен рычаг для переключения из транспортного положения в рабочее. Дышло у нас в транспортном положении подымается наверх. Не заходит за транспортное колесо. Транспортная ширина сейлки составляет 220 сантиметров. Это габарит и можно ее перемещать по дорогам общего пользования. Сошники у нас здесь установлены двухдисковые со смещением для лучшего прорезания почвы. Также у нас установлены чистики с внешней стороны, что помогает при работе при влажных почвах, условиях тяжелых. Здесь у нас установлен прямой семиопровод и исключены истирания на изгибах. Если, допустим, гофра стоит у конкурентов, то здесь такого нет. Здесь у нас внутри ровная стенка. И при больших нормах высева мы получаем довольно износостойкий долговечный семиопровод. Также у нас в стандартной комплектации установлены загортачи. Выглядят они вот таким образом. В стандартной комплектации у нас установлена подножка. Она у нас очень мощная и надежная. Баки у нас здесь с защитой от влаги. И все они на газовых сборах. Что, конечно, очень удобно открывать и закрывать благодаря вот этой вот красоте. Мы имеем очень надежное транспортное устройство. И обратите внимание, как оно крепится к раме. Здесь толщина металла этого крепления также составляет 12 миллиметров. И также обратите внимание, крепление к трактору. Здесь у нас не к снице, не к ступице крепления, а именно к раме. С одной стороны и с другой стороны у нас транспортное крепится к раме. В дальнейшем вы это дышло переводите в транспортное положение. И оно нам никак не мешает при работе. Ширина между рядью сейлки Баскурт составляет 15 сантиметров. Ни больше, ни меньше. Только 15 сантиметров. Толщина поводков у нас составляет 1 сантиметр. И если так мерить, 4 сантиметра. Ни у кого из конкурентов нету таких мощных поводков, как у сейлки Баскурт. На сейлке Баскурт также установлена разрывная муфта. При поднятии сошников вот эта звездочка отсоединяется от основного редуктора и у нас останавливается высерк. Транспортное устройство это опция. Вы можете ее заказать дополнительно, если вам нужно перевозить с поля на поле сейлку и поля находятся очень далеко. Также можно дополнительно приобрести прикатывающие колеса. Они тоже у нас идут как опция. И на каждый сошник устанавливается. Дополнительно у нас еще можно установить бункеры для мелкосеменных культур, которые будут с отдельными сошниками анкерными для внесения травяных мелкосеменных культур. Это у нас 6-метровая модель, а еще бывают модели 5,4 и 3,6 метра. Если вас заинтересовала эта сейлка, то переходите по ссылке в описании или смотрите информацию на нашем сайте lbr.ru А с вами был Корсонов Олег. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok